Господин генеральный прокурор, мы очень много беседовали на юридической комиссии с вами. Я бы хотел еще раз задать вам вопрос, на который так и не получил ответ. Уголовное дело Владимира Филата закончилось так, как оно закончилось. И 25 февраля 2021 года очередной рекурс на Ноларе, поданный адвокатами Платона, был отклонен. 2021 год это 2021 год, это не 2015, 2016, 2017, 2021 год. В этом решении пленума уголовной коллегии, высшей судебной палаты, в третий раз был отклонен рекурс на Ноларе, поданный адвокатами Филата. В этом решении написано следующее. Чтобы коллеги просто понимали, генеральный прокурор пришел сегодня за иммунитетом Юлана Шора в отношении событий, связанных с цессией. То есть с выводом, вымыванием из баланса банка деэкономии, некачественных кредитов, которые были украдены из банка деэкономии до 2009 года. В этом есть веськие показания господина Драгуцану в уголовной деле Филата. Высшая судебная палата окончательно ставит точку и пишет. Еще одна цитата из приговора в отношении Владимира Филата, которая является дефинитив и ревокабел. То есть все три судебные инстанции оставили приговор в силе и выводы, которые были сделаны, оставлены в силе. В этом же приговоре я зачитываю просто цитаты из решения Пленума высшей судебной палаты, поскольку Пленум высшей судебной палаты подтверждает выводы всех трех судебных инстанций. Также в этом деле указано, что Илон Шор освобожден от уголовной ответственности, в том числе и по эпизодам, связанным с цессией плохих кредитов на компанию Рассу Альянс, потому что он явился в октябре 2015 года с явкой в повинной в прокуратуру и в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса освобождается от уголовной ответственности. Мой первый вопрос, господин генеральный прокурор, на каком правовом основании вы сегодня предъявляете обвинение Илону Шору в отношении цессии плохих кредитов, которые были под понуждением записаны на Илону Шору, на его кампанию, под давлением Владимира Филата, что установлено в деле и свидетельскими показаниями, о которых я вас прошу во втором вопросе. Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, что вы не понимаете ответственности, которые были приняты в кадре Комиссии. Мне говорит, что вы не говорите, что вы не говорите, в ответ, но вы уже не говорите, что вы видите, в fez предупреждение, вы видите, что вы решите, в ответ, чтобы вылететь, что вы получили, Продолжение следует... 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 Какой статус и будет ли происходить параллельное движение прокуратуры, предъявление статуса обвиняемых и передача дела в суд, если вы передадите в отношении Шора и Таубер дело в суд по этому эпизоду, связанными с выкупами кредитов, которые придумал Филат и имплементировал. Мы очень хотели бы посмотреть, что вы передадите в суд одновременно уголовное дело на Илона Шора и Марину Таубер, а также на остальных лиц, которых я указал, которые имели статус свидетеля в данном деле и выполняли действия, которые, по вашему мнению, считаются преступными.